друзья до сути начинаю вторую серию я буду раскрывать секреты каталог казалось бы каталог сало как сало что его пробовать и часть каталога мы уже изучили а еще часть изучать продолжаем и так главное это то что я пообещал одного единства чеку а значит всем вам рассказать о том откуда взялись уникальная семена семечки хосточки а это именно каталог семян именно в сибири и почему они с одной стороны дорогие а с другой стороны высочайшее качество при хранении высочайшего качества дойдя от отношения и если подвоенные груши ранетки я бы не подвоено еще раз вишни подвойные сливы подвойные абрикосы подвоенные понимаете подвоенные они казалось бы могут быть невкусные или полу вкусная или просто вкусная вот их качество определяется особой работой огромной работой уникальной работы по их совмещению с культурными сортами сейчас вы увидите и подвойные и привойные и так смотрим теперь понятно что цена семян определяется спросом и уникальностью уникальностью то есть больше нигде никогда такого вы не встретите помочь встретить другие лучше нет но не хуже но другие и тогда все это предсказание страшное из уст уникальных садоводов кстати надо проверить качество идет запись идет уникальных опытных садоводов 40 50 60 лет стажем что вот они сибирьки несовместимы с культурными птики и груши несовместимы с культурными вот вишни именно те которые повседневной жизни но несовместимы с южными вишнями тем более то есть черешними несовместимы вот абрикосы мажорские уссурийские сливы уссурийские несовместимы с культурными абрикосами сливами и вот полная безнадёга и вдруг сад равном которого нет на всей планете в каком смысле совмещение культурности вкуса сладости и не отторгаются будучи привиты на чуть ли не на дикарей вот это произошло чудо и теперь этим чудом делюсь с вами ну приходится немножко платить кто откажется от абрикоса который даст как у меня со временем десятки и сотни бёдер не килограмм нет бёдер будучи куплены за 20 рублей вот так вот дела вот так ну что поехали дальше цены увидели вот теперь когда вы будете смотреть каталоги увидите сибирские блатские питомники продают черешневые саду вот а я вам говорю что черешневых садов в Сибири всего полтора один это у Бодлера Борисовича и половинка это у меня купцарство в небесном Боднеру а все остальное привозное с юга или просто обман в течение многих-многих десятилетий я на этом купился еще в 1984 году сразу на рынке сразу черешни с подачи торгашей большинство сибирьков и не знали никогда в жизни не съели ни одной черешенки это сейчас завал а тогда их не было в советское время черешневых плодов их никто не слышал только эмигранты из Украины из Кавказа еще имели понять что такое черешня и они покупались и я покупался потому что кислящие вишни выдавали за черешню вот и тем более после этого надеюсь вы еще меньше станете удивляться и ценам и тому что случилось а случилась сенсация мирового уровня мирового уровня пойдем дальше вот это вот потом сами как-то разберетесь вот видите последние две посылки Беларуси а всего лишь это были вот такие вот вот такие вот 300-500 грамм ну может под килограмм стоили от почти две тысячи или чуть больше двух там две сто две двести почему так дорого ведь Беларусь почти Россия кто-то на нас зарабатывает вот очень хорошо зарабатывает сказали будет три если бандероли логика а по сути получилось две вот так Казахстан подешевле совсем уж легкое 800 а так 1000-1200 и на Казахстан идет обычно месяц почему-то хотя и посылки дешевле но с другой стороны вот месяц месяц и только последний дурша всего там 8 или 9 дней к чему удивился я и тот кто получал вот ну многое что пропускаю до чего а вот до чего про книги говорили есть только электронный вариант а здесь есть электронный вариант и бумажный вариант но бумажный вариант их осталось 10-20 спешите электронные варианты прекрасно всего по 500 рублей это читать с экрана брошюры дешевые 4 купил каждая стоит 50 а 4 200 проходили это и вот последняя книга полторы тысячи это энциклопедия придет время прорвутся наши настоящие власти люди и тогда эта книга заменит дебильные книги биологии в школах и университетах вот ленты считайте их нету все нет я написал нет нет надо его написать забыл закончилось вот ну и наконец диски я рассказывал про них рассказывал с уважением к собственной работе диск 300 рублей если берется все или почти все еще скидка получается где-то 250 диск вот бутылка водки не купишь за такую а на диске еще что надо знать даже изучил вот эти двадцать дисков вот узнают больше чем преподают в университетах и академиях я не шучу здесь все об всем вы будете просто находиться в саду настоящем саду вы будете как бы пусть виртуально кушать это невиданные плоды вы будете удивляться почему как же так дерево не искаляется на ничем вообще а на нем 100 граммовый абрикос сливы а на нем 500 граммовые яблони груши ой 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 вот сейчас только я отвлекусь но не выходя из этого смотрите вот сейчас только я знаете что делал я здесь искал подходящую фотографию ой это долго 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 а знаете что я придумал я познакомлю вас с уникальным человеком еще кто меня не знает да вот а он просто был вот понимаете там на кавказе там это у них такие груши а у вас а у нас в квартире газ помните стихи а у нас водопровод вот а это мои груши только что уже переехали через сад и так далее ну заходите и увидите увидите в каталоге идемте дальше вот итак наконец мы добрались до самого каталога вот начинаем амур ой у меня смотрите что есть вот тут хорошо что это можно я прям как множество взяла выскочила в архиве копался брак падает на первый урожай смотрите когда то это было сейчас видите первый урожай априкоса амур когда еще ни у кого ничего про меня этого не было видите а почему она такая потому что сфотографировал мылицы помните фотоаппарат которые назывались мылиц полупроизвитель до появления супровых вот вот на первом месте я сравнивать с автомобилем лада первой модели которые строили которые еще итолянцы выпускали 1 это 21 который до сих пор с огромным уважением я тут недавно разговаривал нет даменька разговаривал с русским немцем вот он на мерседесе я говорю я сказал ну вот скажи пожалуйста он из россии жил 0 1 уважаешь это 21 же гурт конечно тогда ты должен рожать абрикос амур привития может быть и корни собственные посадим косточку чего это будет я покажу так и плюс еще он будущее это его можно привить на него то есть его на что-то почему есть такое понятие как второй родитель папа а папа неизвестен может быть он будет еще не только что похоже качеством как принято считать а еще и лучше и теперь я вас познакомлю уже более плотно дайте мне характеристики что ничего не знаю ничего не знаю не знаю как исход на сахар сколько витамина c я примерно знаю классно биты вот это зерно знаю там витрата на саде попробуйте сказать точнее они говорят в книгах ученых пишут килограмм от 1 до 10 еще хотите год на год не приходится попробую я чеку напишу один допустим он требует таблицу вот я взял таблицу и написал не то по 64 я пишу вес от 21 на 60 грамм что это не то и ты пишешь или 30 или 60 а у меня или 30 а может быть 50-40 я сейчас продаж перед вами как бы что у меня точнее не получается вот окраска он уже это стали все променять окраску а что искусочки будет опять не знаю так ведь и сейчас вот под графа и сейчас носит а он сейчас на привитых деревьев он привитых он опять обманул я получаюсь я могу договорить что у него форма круглая а он на фотографиях скажет вот носик вот и форма неправильная не круглая и не этот самый продолговатый слегка что еще может расцвет непонятно вкус сладко потом постепенно становится сладче 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 именно про катал поехали итак перед нами слева под названием венгерка сорочинская так одна из первых моих федерах девушка сейчас я уже возраст не принято говорить но с тимошки уже 21 лет считайте сами сколько ели так вот я его не выдавал вот тогда появилась такая вот сейчас я буду говорить как долго почему я сейчас перепрыгивал в его это самый в его папку 1 я вот в центре сада внимание 90 процентов может кому то плохо видно что такое юмор по черноваю вот теперь видно да что такое юмор вот прошли теперь следующий момент я здесь отсюда быстро пролистая покажу еще несколько венгер этот товарищ умудрился вот и и что сделать три все мои три сорта перенос к себе естественно что я сам лишь отрезал ему и получил четвертый пусть это клон но сорт он еще не тянет ничего вот нем и продаж Qué возникles пролиснул нас пока интересует только пропускаю вот он это сорт на свете не существует таких два дерева на всей планете а что он взял на мои а вот у них у нас тоже нет когда мне по морде ученых ученых ученого не заметил может они есть мы тогда идем дальше где мы были мы были в каталоге нет мы были все на баре в гостях нет нет тут мне надо было искать отсюда это другая папка ладно не поленюсь вот видели и так случилась сенсация потому что этого не может быть никогда потому что за один прием за одну операцию прививку так применяют свое качество темно-синяя я не могла кстати еще и кусачьи оказалось вот и так мы носили в каталоге там девушка сидит и носили снова такой теперь у нас в семье стало ровно четыре у нас потому что я к своему имею отношение я потом отдельный фильм он художник ну согласен сам художник да видели кстати это трасса драмовая груша вот эти пятьсот драмовая груша с прорывом но с окусом вот еще одна вторая венгерка это называется венгерка бакатырская она тоже гранична была к нему из барусада очень много интересных тем я пропускаю потому что мы должны изучить каталоги да чем у нас едят вот ну потому что самая дешевая водка была вот самый вкусный пломбер был вот мы вот такие вещи сейчас пропустим хотя интересно вот они были люди какие и много-много чего было вот и при 28 копеек стоило бутылка то ли молока то ли кефира 15 копеек возвращали обратно создаешь пустую бутылку остаются 13 копеек цена вот это и снова бутылки молока или кефира все 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 пропускаем вот и про поюзки пропускаем и какие у нас показал и так долго нужно но прошло почему это а я еще назвал по-другому. Красно-розовое. Причем у нас порода Китая. Ну где-то, извини за выражение, вступила мама, вступила с папой в половой связи. Не совсем что ли? Как бы сказать? Не совсем правильно, да? И получился вот такой гибрид. Я всегда говорю, ребята, вы мне купите эту кошку за 2 рубли. Никогда не обещаю, что у вас будут точно соответствующие. Урожаи будут. Меньше не будут. Почему? Вот эти силы китайские, их не нужно лет, никто ни разу не опручал. Они бывают поменьше, бывают кислые. Извините, с одного дерева возьмешь 10 плодов, да, плодов съевших. Они всегда одинаковые. Если хочешь пожарить, получили несколько разных видов. Ну, все же это видели. Понял, да? Значит, вот это тоже, обратите внимание. Качество повторения этих качеств не обещаю. Вот. Но при этом не краснею, потому что предупредить. Вот. Терасив Чижико вымерла у друга. Нашел курицу. Я сам салют. 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 С это меня тоже у кого-то сходила мой друг это сделано мне отсеки прислал вот это науки А он кто был в последние годы пенсионер, а до этого был заместитель директора зональной станции садоводства Это сиренок от него Я с ним рассчитался как в моей книге и целой глава, посвященной ему То есть там главу, которую практически написал он, когда я собрал самые важные цитаты из его писем Полцент была книги, а этим я как бы объясняю его в фамилии Вот сиренок, красавец, его, от него У меня есть официальные родители, он писал мне с Волги Терасил Козловского Значит, где его раздобыл сам Бонар Борис Осипович Я не знаю, я знаю, но На первом этапе яблони, семечки, груши, семечки Косточки черешни, косточки слив Он посадил и выросил в уникальный сад из семян И этот сад не задичал Потом будут уже попытки, а удачные попытки перенести на подвое Чтобы сохранить эти качества Кто знает, два-три поколения мы с десетом задичали Вот, именно эта вся насилка сброска я забыл у него Вот, этими кусочками я тоже торгую Кстати сказать, у меня нет фотографии Но у него в саду было тараза гуще Но у меня не получилось так быстро Знаете, почему? Тут по синякам было опрылить Черный абрикос На самом деле он не черный Возможно, родители у него был черный Но знаете, как? Вот эта привычка не прививать А раздражать с помощью кости Вот она черная луча И вот он черная, черная луча И вот он, как правило, оранжевый Пусть темно, оранжевый Но все равно достаточно светлый абрикос Умудрились крестить Получили гибрид Но не может гибрид оставаться черным всегда И будучи размножены семенами Обязательно пойдет Или в то, но тогда это будет уже не гибрид Например, в алычу Или пойдет в более оранжевую Вот видите, абрикос Вот тогда это опять уже Не гибрид и не черный абрикос Ну и вот на этом этапе, когда мне достался Я вырастил и получил урожай Прививал я Гридчику мне прислали Он оказался, мягко говоря, не черный Скажем так, ну, были Крали эту патриографию полгода Те, кто воровал, например, в другие притомники Они совершенно не призывали значения, что здесь есть линейка Линейка сюда выдает У Суса Халас Линейка, тут обычно пишет название притомника Прямо на моих фотографиях Ну эти как Допустим, притомник Сады Урал Ну и мы снимишь Итак, логотип Сады Урал А мы сфотографию мои Это волосистая наглась Вот, потому что удивительно Уже, ладно, просто посвящено Молча А еще и логотипы То есть, это чистое 100% Было, было Ну, был скандал Ну, убрали Спасибо Что хоть убрали Ну, ничего Не другие Зато Поповесили Тоже Ладно, это уже Я к чему говорю Что Уточня Это линейка Потому что Это фотография Моя И это Моё В саду В саду Железова Вот Попробуйте сказать Что я линейку нарисовал Черный принц То же самое Могу сказать Что сказал Вот здесь То же самое Это разновидность Того же самого Гибрида Черного Ча Плюс Разевый Аликоз Слева Незнакомка Вот Теперь у меня Знаете, наверное Я долго говорю И мне кажется Что надо Здесь остановиться Сейчас я объясню Почему У меня появилось Более Последний год Изменения Такие Дерево Тоже Вот Не спутать Дай путать Никого Не сыграть По одной Причине Что При украсе То, что Есть Невозможно Ну, просто Фантазе Не хватит Сделать Еще Лучше Вот Действительно Действительно Еще Поэтому Здесь Останавливаюсь Так И время Достаточно Устали Что Устали Рассказать Сказал Завем Это Сережа Номер Два А потом Продолжим Я сми Неск Фотографии Потому что На Более Выигрыш Я имею На Полное Право У меня Сейчас Объясню Почему Вот Если Быстро Быстро Ну Сюда Когда Захожу Себе Каталог Я всем Говорю Вот Начали Валют 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 Видите Звонит Телефон Вот Пока Не хочу Отключаться Человеку Несколько Минут Но Дайте Мне Я Хоть Отвечу Человеку Я Очень Воспитанный Отключился Не успел Это Ну и Хорошо Так Значит Здесь У меня Потом Может быть Когда Я Закончил Расширную Каталог Я Покажу Почему Этот Каталог Особой Невиданной 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 Сейчас Он идет Заполнение Заполняется Видите Заполняется Я Потом Хватит Уносил Невероотерепение Проследить Один И то же Дерево Как Менялись Плодя На протяжении Десяти Двадцати Менялись Менялись А Мне Продавая Косточки Вот Я С этим Столкнусь Просто Столкнусь Никуда От этого Не Дес Почему Я Должен Сказать Вот Такой Будет Плод А У Немало Того Отца Не Знаю А Он Зараз Еще Сам На Дереве Будущее Привет Меня Сменяется И сеется С годами Меня Сменяется Вот Я Хватаюсь За голову Друзья Что Я могу Обещать Я Не Груст Будет Хуже Будут Другие Открывается Открывается Сейчас Покажу Академик Это Продолжение Последнего Года У Строго Года Проверяю Сам Строго Года Все Еще Не Открывается Сейчас Погодите Вот А Он Был К Работал Совсем Другой И У Меня У Я Фотографию Первых Лет Расскор Но Имеет Форму Длинную Такую Вот Такой Вот Такой Вот А потом Она Кругля Фот И Погодай Прослеживать Вот Сейчас Идет Подключение Как Заполнение Или Как Там Загрузка Сильно Большая И Это Потому Что С одной Сторон Чудо И Чудес Но Еще Чудес И У Меня Будет Вебинар И Вот Я Сейчас Открывайся Хотел Показать Ну Приходите Насказать Давай Сейчас Дождем Все Вы Представляете Сколько Мне Работы Предстоит Несколько Таких Фильмов Пока Я Проказываю Расскажу Я Практически Расскажу Историю Рассказываю Историю Полностью Заполнить Таблицы Заполнить Тем более Не знаю Характеристики Плодок Это Дерево Пяти До Восьми Метрам Широкий Приденок А хочется Тереметр Не будет Халтура И опять Пошли У вас На понедельниче Вебинар Который Будет Шестого Числа Поняли Да Будет Открываться Или Нет Да Обычно Делать Процедунки А Другой Сторон Надо Ждать Терепение Не Жарят Морщат Двина Фирма Мы встаем Смотреть А взять Посмотреть Чудно Полынку Азату Другую Как-то Никому Голову Не Приходит Что И Будет Нас Скорость Такая Сильно Огромная Сильно Огромная Подогревая Объем А Может Заинтриговать Вас Начать Следующая Время У нас Подгорелись Сетила Один Этот Закончил Уже Достаточно Сказал Для того Чтобы Вы Оценили Нужно Львам Эти Самые Несколько Сортов Тех Слив Открылся Представляете Какой Черт Это Абликос Академик Закрылся больше в россии такой коррекции нет и не принят и быть не может все они прописаны все эти абрикосы все пропитанные генами дикарей мужских абрикос все сегодня нет на сейчас я закончу